Глава региона совершил рабочую поездку в Беженский район, где проконтролировал строительство социальных учреждений, выполнение программы догазификации, реализацию инфраструктурных и инвестиционных проектов. Во время визита губернатор поставил задачи по социально-экономическому развитию территории. Участие в обсуждении вопросов приняли руководство округа, отраслевых региональных министерств, представители федеральных органов государственной власти и общество с ограниченной ответственностью «Коралл». Об этом рассказывает наш корреспондент. В ходе поездки глава региона ознакомился с ходом строительства спортивного комплекса «Коралл-Арена». Объект возводится за счет средств предприятия «Коралл». При поддержке правительства Тверской области будет передан в региональную собственность. Ввод в эксплуатацию спортивного объекта будет способствовать решению задачи, поставленной перед регионами президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, о вовлечении как можно большего количества граждан разных возрастов в систематические занятия спортом. Спортивный комплекс состоит из трех частей, которые соединены переходами. В одном здании размещен круглогодичный ледовый каток с трибунами для зрителей, а во втором – универсальный спортивный зал с площадками для игр волейбол, большой теннис, мини-футбол и трибунами. В третьем – вспомогательное помещение. Развитие крупного работодателя северо-востока в Верхнеболжье неразрывно связано с развитием Бежицкого округа. На сегодняшний день жизнь показала, что подготовив все производственные фонды, мы сегодня имеем необеспеченность трудовыми ресурсами в 35%. То есть мы готовы сегодня принять на работу разные квалификации людей, порядка 800 человек. Поэтому, конечно, сегодняшнее собрание, сегодняшнее совещание, оно сильно своевременное, которое, мы надеемся, позволит обеспечить наши производственные мощности трудовыми ресурсами. Губернатор Игорь Руденев Бежицкий в Бежицке возложил цветы Кобелиску Победы и почтил память воинов, павших в годы Великой Отечественной войны. Участниками церемонии стали епископ Бежицкий Весегонский Филарет, ветеранский актив юнормейца. В ходе рабочей поездки в Бежицкий муниципальный округ глава региона также посетил учреждения культуры и образования, в том числе среднюю школу номер 3, с углубленным изучением музыкальных предметов имени Иванова. Для детского образовательного русского оркестра народных инструментов по решению губернатора приобретут новые музыкальные инструменты и концертные костюмы для детей. Также Игорь Руденя предложил коллективу выступить на новогоднем концерте в Тверском театре драмы. Мы вас приглашаем на ближайший наш праздник в Твери, в драмтеатр. С выступлением сможете выступить? Да, конечно. Также озвучено решение о строительстве в Бежицке новой школы. Сегодня услышали о многих очень востребованных на нашей территории проектах, конечно, это будет серьезная, интересная совместная работа с правительством Тверской области. Очень благодарны Игорю Михайловичу за поддержку, за ту огромную работу, которая проведена и по дорогам, по строительству нового больничного комплекса и забота о наших учебных заведениях. Уверены, что с введением программы ускоренного социально-экономического развития город будет более динамично преображаться, будет более востребован для наших жителей, интересен для наших гостей. В этом году уже более 7 тысяч посетителей принял Бежицкий мемориально-литературный и кривический музей. После масштабной реставрации он стал настоящим центром культурной жизни. Проинспектировал Игорь Рудения строительную площадку нового комплекса Бежицкой ЦРБ. Больницу строят по нацпроекту здравоохранения. Ее открытие ждут не только бежичане, но и жители соседних округов. Это будет высокотехнологичный муниципальный медицинский центр для всего Северо-Востока региона. Главным итогом сегодняшней поездки, встречи с нашими коллегами, встречи с родными предприятиями, социальными учреждениями, стало решение правительства Доросской области о формировании отдельной программы, самостоятельной программы развития Бежицкого муниципального округа. Считаем, что сегодня Бежицк является одним из ключевых драйверов экономического роста на Северо-Востоке. В Бежицке Игорь Руденя посетил также детский сад номер 8. В прошлом году в рамках региональной программы по укреплению материально-технической базы дошкольных учреждений в детском саду были заменены окна. В первую очередь в здании необходимо отремонтировать кровлю. Соответствующее поручение было дано главой региона по итогам визита. Продолжается работа по газификации, консолидации в областной собственности, коммунальных активов, активизируют и дорожный ремонт, продолжат реализовывать властную стратегию духовно-нравственного воспитания.